Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Есть ли особенности передвижения общественного транспорта в зимнее время? И какие они? Как прошла подготовка к работе в холодный сезон? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель руководителя Департамента промышленной политики транспорта и поддержки предпринимательства администрации городского округа Самара Юрий Топелин. Здравствуйте, Юрий Михайлович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в чем же специфика и особенности работы общественного транспорта зимой? Может, даже начиная с осени и до весны? Вот холодный период, он как определяется? Каким? Ну, специфика здесь в том, что когда наступает холода, общественный транспорт должен быть к этому готов, и поэтому мы заранее начинаем подготовку. В чем она заключается? Во-первых, ну, учитывая, что будет холодно, на подвижной состав у нас устанавливается дополнительное отопительное оборудование при необходимости и проверяются те печки, которые есть в салонах, чтобы они были исправны, чтобы они работали, и пассажирам, чтобы было тепло при перевозке. Только печки, да? Кондиционеры не используются? Обычно же кондиционеры, они на холодном режиме и на горячем воздухе нет? У нас пока только вот отопительные есть приборы, мы об этом, наверное, позже, когда мы вернемся, вот к новой закупаемой технике, там есть кондиционированное оборудование, а все-таки пока еще большинство у нас, там, трамваи и троллейбусы, это модели, которые выпускались ранее, в них, увы, кондиционеров еще не было тогда. У нас все очень быстро меняется, поэтому я уточнила. Ну, помимо отопительного оборудования у нас готовится и инфраструктура, то есть вот у нас и ремонт рельсов проводился этим летом, их перекладывали, ну, понятно, это работа удобнее проводить в теплое время года, в сезон. Вот, у нас используется специальное оборудование, чтобы подготовить трамвайную инфраструктуру, это и отопление стрелок трамвайных специальным оборудованием, такие вот, как бы, установки в виде коробок подогревают их, это и подогрев контактной сети, это и проверки, чтобы у нас нигде там не было каких-то тоже дефектов, чтобы если что-то мы нашли, мы успели это отработать в теплое время года. Я слышу, честно, первый раз про такое, что рельсы подогревают. Не рельсы, а стрелки именно. А, стрелки, понятно. Да, рельсы уж извините, их не надо подогревать. Вот, что еще у нас делается? Каждый день при выходе на линию, будь то автобус, трамвай или троллейбус, проверяется исправность оборудования, в том числе вот эта самая печка, чтобы она грела, чтобы пассажирам на маршруте было тепло. Вот, по возвращении это же проверяется. Парк у нас мы стараемся держать в тепле, то есть, например, автобусы зимой стоят в боксе на ночь, их закрывают в теплом, они не вымораживаются на улице, а выезжают, ну, уже как бы подготовленные, прогретые. Вот, и, кроме того, когда у нас идут осадки, когда выпадение снега, у нас в городе есть 19 специальных трамваев, оборудованных отвальными ковшами, которые с утра проходят по рельсам и по типу бульдозера сбрасывают снег, чтобы путь был свободен для первого рейсового трамвая. Да, подготовительная работа, объемная. А что касается самих салонов, то там какие нормы температурного режима существуют? Потому что мы знаем, что в квартирах, там, допустим, если ниже 18, то можно уже жаловаться. А здесь вот такая практика существует, можно ли регулировать? Смотрите, у нас есть нормативы, которые утверждены на общегосударственном уровне, причем, ну, эти нормативы, они довольно-таки специфические. Они утверждены уже достаточно давно, несколько десятков лет назад, и они никогда не адаптировались к новым современным условиям. То есть, например, есть ГОСТ, согласно которому разница температур, когда вы едете в трамвае, вот за бортом и внутри трамвая должна быть в пределах 20 градусов. Ну, что это значит в наших условиях? Что когда вы едете и на улице минус 28, то в трамвае минус 8. То есть ГОСТ, он вроде как соблюдается, но, извините, людям не очень комфортно. Ну, и опять же, вот именно в части, допустим, трамваев у нас-то подвижной состав, большая его часть, она выпускалась еще вот в прежние годы, именно как раз с учетом этого ГОСТа. Ну, и поэтому в них не всегда так тепло, хотя мы стараемся и печки дополнительные устанавливать, там, повышать их мощность и так далее. Но что тут нужно сказать? Во-первых, у нас в последние два года активно закупается новый подвижной состав. Это, вы знаете, в прошлом году к нам пришли 82 новых автобуса газомоторных и 19 троллейбусов. В этом году у нас также закуплено 83 единицы техники, это 43 автобуса, 20 трамваев, 20 троллейбусов. Вот в этом парке уже установлены современные отопительные приборы, и там пассажиру, понятное дело, значительно комфортнее, чем когда он едет в Татре, там, выпущенной в 70-80-х годах прошлого века еще. Вот. Что касается салона, это при проведении плановых ремонтов на это тоже обращается внимание. Если там что-то где-то нужно утеплить, это утепляются, проверяются резиновые прокладки в дверях, чтобы у нас там, извините, не было каких-то сквозняков, там, чтобы не образовывались щели, через которых задувает пассажирам. Вот это все тоже проверяется, и если что-то выявляется, то устраняется. И в окнах тоже, наверное, есть вот такие? Да. Все, где есть моменты уплотнителей и утеплителей, они все проверяются, и если что-то там устарело, пришло в негодность, обветшало, мы это все меняем. То есть дополнительные, конечно, объемы работ в холодное время существуют? Эти работы проводятся заранее, до наступления холодов, и в период зимы в рамках вот этих плановых проверок ежедневных, если что-то выявляется, то все необходимые сразу же работы выполняются. Ну, для пассажиров можно сказать, что если кто-то едет в общественном транспорте и чувствует, что ему холодно, на эти случаи у нас есть специальная горячая линия 260-2018. Вот туда нужно позвонить, сказать, где вот такой факт выявлен, что это там, трамвай, троллейбус, автобус. Вот это касается только муниципального транспорта, потому что наши горожане ездят, пользуются еще и частным транспортом. Это касается всего транспорта, неважно в каком, что это там, муниципальный автобус или частный, да, если есть такое замечание, пожалуйста, вот по этому номеру 260-2018 нужно обращаться, можно и нужно обращаться, и департамент, если такие факты будут выявляться, будет предпринимать меры. Да, почему-то кажется, что в трамваях холоднее всего, я не знаю, из-за чего такое восприятие, но это, нет жалобы больше на холод в трамваях или нет? Знаете, скорее всего, жалобы, потому что именно, ну, вот трамваи, это условно самый старый у нас подвижной состав, и может быть из-за этого. Плюс, вот с учетом вот этого ГОСТа трамвайного с разницей температур 20 градусов, ну, вот они рассчитаны именно на этот ГОСТ, и не сильно получается там плюсовую сделать температуру, как ни старайся, это все-таки конструктивная особенность. Ну, как вы уже сказали, что в новых, в новинках будет уже другая система. В новинках, да, намного теплее, и люди нам отзывы такие дают, что новые автобусы, они действительно теплые, а если говорить, ну, вот о закупленном ранее подвижном составе, например, вот автобусы хвалят скани, которые у нас достаточно давно работают, МАЗы тоже, говорят, достаточно теплые. Вот такая ситуация. Да, потому что мы живем в такое время, что такие сюрпризы нам преподносит погода, поэтому, конечно, нужно готовиться заранее. У нас есть сюжет о том, как прошла подготовка, причем это был уже конец октября, а уже департамент готовился к холодному сезону. Давайте его посмотрим, продолжим разговор. В кабине нового автобуса и зимой, как в теплом офисе. За рулем водитель Денис Чиненков проводит весь рабочий день. Комфорт необходим. Отдельная кабина, подогрев сиденья и даже в мороз дополнительно утепляться не приходится. Термос с горячим чаем. Единственное, чтобы больше комфорта было, легче как-то за рулем сидеть. Ну, то есть без курток, без всего такого, без шапок. Готовить автобусы к холодам начали еще летом. Проверили исправность отопителей, устранили все недочеты. Согреть своим теплом замерзших на улице Самарцев готовы три с лишним сотни муниципальных автобусов, в том числе новички. Лиазы на газомоторном топливе, которые пополнили автопарк за два года. Они уже доказали свою морозоустойчивость прошлой зимой. Вот оно, одно из самых теплых мест в автобусе. Теперь знаю, куда присаживаться, если сильно замерзло. Именно под этим сиденьем расположена печка. Всего таких отопительных приборов в автобусе пять. Водитель может включить две, три или сразу все пять печек. В любом случае, в салоне должно быть комфортно и регулирует температуру, в том числе в зависимости от просьб пассажиров. Не обогревать улицу и экономить топливо – задача, которую решили за счет улучшения герметизации дверей. Завод разработал новую конструкцию дверей с уплотнителями. Потери тепла в этих автобусах вообще минимальны. Утеплились, но не переобулись. У автобусов шины все погодные. Налить на дорогах им не помеха. А вот в трамвайно-троллейбусном управлении к снегам готовили не только транспорт, но и рельсы. Для них зима – непростое испытание. Чтобы стрелки всегда переводились плавно и не примерзли, их подогревают специальными установками, вмонтированными в пути. Встретить обильные снегопады во все оружия готовы 19 специальных снегочистителей. Самый уважаемый из них – снегочиститель номер 6, 1932 года выпуска. До сих пор в строю, а точнее на рельсах. Выезжает нечасто, но он такой один – тяжеловес. При длительных снегопадах прокладывает дорогу более молодой техники. Когда снег утрамбованный, его надо пройти каким-то мощным экскаватором, грейдером. У нас есть такой грейдер на трамвайной тяге, на электрической тяге. Но это пользуется редко, потому что снегочистители справляют свои задачи, потому что мы не допускаем такой ситуации, чтобы снег был утрамбованный. Есть и спецтехника, которая готова колоть лед на рельсах. О тепле в трамваях и троллейбусах тоже позаботились. В этом году купили 20 новых трамваев и столько же троллейбусов. В них есть система теплоконтроля, которая автоматически поддерживает нужную температуру. А старые вагоны дополнительно оснастили тепловыми пушками. Сюжет был начат с разговора с водителем. Скажите, у водителей тоже все, потому что мы все о пассажирах и пассажирах, а у водителей отдельная печка получается? У водителей вот именно... В кабине. Да, у них отдельная печка. И именно вот в тех автобусах, которые мы покупаем новыми, у них кабина тоже теплая, оборудованная. Водителю там очень комфортно. Но вы видели в сюжете, он может без верхней одежды там находиться, и ему нормально, не холодно при этом. Ну, важно, чтобы еще в старых уже машинах тоже водители не страдали. Ну, надеюсь, что... Там их тоже утепляют, подогревают и создают нормальные комфортные условия. Но если вернуться все-таки к пассажирам, мне интересно, меняется ли график движения в зимнее время, интервалы я имею в виду. Потому что одно дело стоять летом на остановке, ждать транспорт, а другое дело зимой. Вот что тут предусмотрено в схеме? Ну, смотрите, специального какого-то зимнего режима работы у транспорта нет. То есть он круглый год работает в одном и том же расписании. Но реально у нас изменения происходят. Чем они связаны? Как вы знаете, у нас в весенний-осенний сезон с апреля по октябрь мы выполняем дачные перевозки. Они там несколько дней в неделю автобусами людей возят на садово-дачные массивы. Вот на эти перевозки автобусы снимаются с городских маршрутов. Порядка там 80 единиц ежегодно это происходит. И когда дачный сезон закрывается, вот где-то с ноября месяца, эти 80 автобусов, они возвращаются в строй. И за счет этого, да, тем самым уменьшаются интервалы движения. Потому что на маршрут выходит больше автобусов, а чем больше автобусов, тем меньше промежутки между отдельными единицами. Поэтому люди, они должны это увидеть и почувствовать. И в ситуации, когда там человек стоит и вспоминает, что летом автобусы ходили чаще, а зимой они ходили реже, ее быть не должно. Ну, единственное, по понятным причинам у нас масштабная дорожная работа производится к чемпионату мира. В некоторых местах у нас движение сегодня затруднено. И там могут создаваться какие-то пробки, заторы. И вот на отдельных участках уличной дорожной сети возможны задержки в движении автобусов. Но из депо они выходят все по графику и по расписанию с теми интервалами, которые утверждены. Раз уж вы заговорили о дачных перевозках и то, что они закончены, этот период, можно подвести какие-то итоги? Потому что я знаю, что каждый год какие-то нарекания бывают. Кого-то не устраивает интервалы, кого-то маршрут, кого-то то, что нет остановочных павильонов и так далее. Что в этом году? Каждый год у нас на дачных перевозках мы переводим более полумиллиона пассажиров. Порядка 700-800 тысяч. Этот год у нас исключением не стал. Это у нас более-менее стабильная цифра. В этом году она даже немножко подросла. Наверное, это связано с тем, что довольно тепло было и весной, и осенью. То есть люди могли поездить несколько дней лишних на даче. Конечно, к дачным автобусам есть нарекания. В первую очередь они касаются количества этих автобусов. То есть пассажиры всегда хотят, чтобы подавались больше подвижного состава. Мы здесь вынуждены балансировать, потому что эти автобусы отвлекаются с городской маршрутной сети. Плюс специфика дачных перевозок в том, что многие пассажиры не просто заходят в автобусы, едут, как это происходит на городских дорогах, а у них есть с собой какая-то поклажа, сумки, рюкзаки, рассады многие возят с собой. И если в городской автобус может зайти, и в зависимости от автобуса до 100 человек, условно, автобус большой вместимости, то в дачный автобус те же 100 человек вряд ли поместятся, потому что каждый с собой занимает еще 2-3 места каких-то со своей поклажей. Ну и всем, конечно, хочется ехать сидя еще, учитывая, что это ни одну, ни две остановки человек проезжает, а несколько километров до своего дачного массива. Но, тем не менее, вот как нам кажется, мы в этой части справляемся. Люди у нас по большей части довольны перевозки. Все мы на даче осуществляли, осуществляем, и в следующем году также будем людей возить. И если говорить еще об итогах, уже, в принципе, месяц остается до окончания 2016 года, уже можно какие-то первые итоги подвести? Ну, мы, в первую очередь, один из наших главных показателей – это пассажиропоток, то есть то число пассажиров, которые перевозятся общественным транспортом. Вот когда мы смотрим на текущую цифру 2016 года и сравниваем ее с 2015 годом, мы видим, что она практически не изменилась. То есть у нас наблюдается небольшое, там, в пределах одного процента уменьшение пассажиропотока, но мы понимаем, чем это объясняется. У нас, если вы помните, летом не работали трамвайные маршруты, у нас был перекрыт участок Наврубеля, у нас не ходил трамвай по Ташкентской, который вот мы к первому сентября открыли. У нас троллейбусные маршруты и автобусные, вот на пересечении Московского шоссе и Кирова, там изменена схема движения, поэтому пассажиров стало чуть меньше, но мы понимаем, что это явление временное, и когда эти работы будут завершены, мы ожидаем восстановления пассажиропотока в полном объеме. Если мы смотрим на метро, то видно, что очень востребована новая станция Алабинская, потому что на нее сконцентрирована достаточно значимая часть пассажиропотока, причем, что тоже было ожидаемо, мы увидели перераспределение, вот те люди, которые раньше ездили и выходили на Российской, вот большая их часть, она проезжает теперь до Алабинской, ну, просто потому что у них там точки притяжения расположены где-то ближе, вот к центральной части города, вот, поэтому в целом в этом году общественный транспорт сработал хорошо, так, как и планировалось, каких-то эксцессов, сбоев и внештатных ситуаций мы не наблюдали, наоборот, у нас идет активное обновление подвижного состава, вот уже упоминали о том, что у нас закупается техника активно, и это еще не все, мы ожидаем в этом году еще заключения контракта в рамках подготовки к чемпионату мира на 10 новых трехсекционных трамваев, в них как раз будут уже и кондиционеры, которые и зимой, и летом могут делать комфортные условия в салоне, вот, так что, вот, год мы завершаем, можно сказать, на оптимистичной ноте, несмотря на все те, вот, нюансы, сложности, дорожная работа, изменения схемы движения, общественный транспорт работает на штатном режиме. Ну, если заглянуть еще вперед, были проблемы в этом году, вот, в связи с этим, как вы уже сказали, с подготовкой, что же нам ожидать в следующем, чего бояться, если можно так сказать? Ну, у нас стоят, ну, если можно так выразить, три основных задачи в плане транспорта. Первая задача – это вот то, что мы начинаем делать сейчас, мы закупка 10 трамваев, то есть, если в этом году мы заключаем контракты и оформляем все документы, то в следующем году ожидается поставка этих трамваев, это их нужно будет принимать, их нужно будет обкатывать, выводить на линию, ну, и знакомить горожан, хотя у нас большая часть уже успела покататься на трехсекционных трамваев, которые на тест-драйве были. Еще в следующем году перед нами встает вопрос строительства трамвайной ветки к стадиону. Там уже подготовлены торги тоже на проведение строительно-монтажных работ. Основные работы запланированы именно на 2017 год. Я напомню, что от улицы Ташкентской, перекресток Ташкентской и Московского шоссе, у нас будет уходить трамвайная ветка в сторону радиоцентра. Длина будет, с учетом разворотного кольца при стадионе, порядка двух с половиной километров. Причем там будет еще конструктивная особенность. Вот на этом участке от Ташкентской и до стадиона там есть еще улица дальняя, которая уходит вот влево от Московского шоссе, если мы двигаемся из города. Так вот, под этой улицей дальней трамвай будет нырять в туннель. Там будет построенная двухуровневая вот такая развязка, что дорога будет в одном уровне, а трамвайные пути в другом уровне. Вот. Это второй наш такой момент. И третья наша большая задача, которая у нас стоит и на 2017, и она, наверное, останется и на 2018 год, это обновление подвижного состава метрополитена. Если вот в предыдущих годах мы показали хорошие темпы по автобусам, по трамваям и по троллейбусам, то теперь подошла очередь метро. У нас в городе, в парке есть 46 вагонов, при этом у 28 из них через пару лет закончится срок эксплуатации. Эти вагоны, они не обновлялись никогда, то есть они вот с самого открытия метрополитена так и работают. И сейчас перед нами стоит вопрос, мы их либо должны, мы будем выполнить капитальный ремонт этих вагонов, что позволяет продлить их срок службы, либо мы должны будем закупить новые вагоны, ну, например, такие, как в московском метрополитене. Ну, или, может быть, там не самую последнюю модель, потому что, чтобы совместимость была вот всех вагонов и оборудований, которые есть. То есть уже варианты рассматриваются? Варианты такие рассматриваются. А как обновляются вагоны метро? Вот интересно. Вот мы много говорим о трамваях, что там нового появляется, а в вагонах метро тоже идет какая-то модернизация? Да, модернизация это идет каким образом? Пока вот эти вагоны, ну, фактически они в режиме текущего ремонта существуют. То есть что это такое? Ну, например, основные вообще конструктивные детали вагона метро, это сам вагон вот этот вот, железная коробка, каркас и тележка. Это то, на чем он ездит, ось и колеса. Вот у нас в основном происходит ремонт при необходимости вот этих вот осей колесных пар. То есть это тоже банальный уже физический износ, когда идет. Мы либо ремонтируем, если там есть возможность что-то сделать, там подточить и так далее, либо закупаем новую ось и переставляем просто колеса, условно говоря, в этом вагоне. Вот. А то, что нам предстоит сделать, это как раз капремонт вот всего вагона в комплексе. То есть это смотрится и тележка, и сама вот эта вот железная конструкция. В частности, там предполагается замена всех материалов внутри салона на негорючие, это вот под новые современные требования. Там происходит замена электрооборудования, тоже потому, что существующее уже изношено, оно и морально, и физически устарело. И кроме того, так как эти вагоны тоже, они выпущены там 20-30 лет назад, многое оборудование, уже запчастей просто сложно найти, чтобы его элементарно, ну вот как-то подновить, там отремонтировать. Поэтому, возможно, будем ставить что-то новое. Вот. Ну, этот вопрос у нас на перспективу. Мы его будем поднимать и на уровне города, и на уровне области, потому что вагоны метрополитена – это значительная финансовая нагрузка, и город самостоятельно этот вопрос вряд ли сможет решить. Тут нам потребуется поддержка и правительства Самарской области, и, может быть, федеральных структур еще. Да. Ну, если вернуться все-таки в нынешнее время, в холодное сезон, о котором мы говорим, еще такой вопрос. Была практика в городе на какие-то массовые мероприятия, то в вечернее особенно время, после концертов, спортивных каких-то состязаний массовых, направлять дополнительный транспорт. Вот эта практика останется в холодное время в этом году? Существует всегда, каждый раз, когда мы проводим какое-то массовое мероприятие, и особенно, когда, ну вот, допустим, концерт какой-то на площади Куйбышева, это всегда закрытие там сопредельных улиц, ограничение движения и изменение схемы работы транспорта. То есть у нас, условно, там маршруты, которые идут по Галактионовской, там по Красноармейской, по Венской, они перебрасываются на параллельные улицы, и чтобы люди потом могли удобно уехать, всегда идет усиление. То есть под трамвайные ветки там всегда пускаются несколько дополнительных вагонов, чтобы все желающие, вот большое число людей могло уехать. Также усиливаются автобусы. Вы знаете, что у нас есть специальные театральные маршруты, которые подаются к окончанию спектаклей. Точно так же подаются дополнительные автобусы к массовым мероприятиям. Вот Новый год, уже, мы тоже заглядываем вперед, приближается, там тоже будет, наверное, какая-то техника дополнительная площадь Куйбышева. В Новый год у нас общественный транспорт обычно работает в продленном режиме, то есть если обычно у нас там последние контрольные рейсы в районе 23.00, то в Новый год они чаще всего продляются за полночь. Да. Всегда приятно, вот видите, вот эти вот заранее опубликованные маршруты, это и в День Победы, и еще какие-то существуют такие даты, где массовые перевозки, действительно, горожане устремляются куда-то в одну сторону, и вот эта практика тоже сохранится на будущее. Скажите, пожалуйста, все-таки на что нужно обращать внимание самим пассажирам? Мы говорим, что вот с вашей стороны, со стороны департамента, ТТУ и других предприятий транспорта такая дополнительная идет нагрузка в зимнее время. Что нужно от самих пассажиров для того, чтобы вот все это пережить и даже помочь, может быть, работникам транспорта? Ну, нужно помнить, что зима в нашей стране, это все-таки зима в полном смысле этого слова, и у нас бывает и снегопад, и гололед, и поэтому нужно просто в этот период времени быть внимательным, постараться там не выбегать под идущий транспорт, в том числе и общественный, и помнить о том, что, чтобы изменить направление движения пешеходу, ему нужна секунда, а машина, извините, так быстро не может среагировать. Поэтому нужно тут и переходить улицу внимательно, и на остановке не выходить зря на проезжую часть, и при выходе и входе в общественный транспорт держаться крепче и не подскальзываться, если на дороге есть наледь. Вот. И точно так же всем водителям общественного транспорта мы доводим это на инструктажах и призываем, в принципе, всех водителей быть друг к другу внимательными, предупредительными, соблюдать дистанцию при поездках, помнить о том, что вот общественный транспорт у нас, у него все сезонные шины, а людям все-таки свои личные машины нужно переобувать. Вот. И тогда мы нормально эту зиму переживем, так же без эксцессов, я надеюсь. Да. Вот пока вы говорили, я вспомнила, раньше были такие надписи в салонах, когда вот холодно, люди забиты все, и на окнах писали, держитесь, люди, скоро лето. Ну, сейчас вот ситуация как-то улучшается, нет такой вот уже уж такого особого ужаса. Все-таки по мере обновления парка у нас, я надеюсь, что люди будут держаться больше за поручни, вот, и находиться в тепле в салоне, чтобы... А скажите, пожалуйста, как выстраивается обратная связь с пассажирами, с горожанами, и в каких моментах вы прислушиваетесь к людям, когда вот важно именно мнение пассажиров? И как выстраивается эта связь? Потому что это, конечно... Ну, общественный транспорт у нас существует для того, чтобы перевозить людей, поэтому пассажир — это наш главный клиент, и мы всегда стараемся принимать те предложения, пожелания или даже замечания, которые к нам поступают и по горячей линии, и через письменные обращения, которые во все органы госвластия люди пишут, и на адрес электронной почты департамента. И все, что люди с нас просят, мы по возможности стараемся делать. Будь то там какие-то мелкие недочеты, просто кто-то пишет, что я увидел, что вот там что-то случилось, ну, я не знаю, там, условно, сидение там порвано где-то в автобусе, заметил, вот найдут, значит, и зашьют там, если есть дыра на сидении. И заканчивая тем, когда люди пишут, что, пожалуйста, измените там схему движения или продлите какой-то маршрут, мы рассматриваем, и при наличии возможности, конечно, всегда идем навстречу. И у нас остается буквально одна минутка. Скажите, пожалуйста, основные критерии эффективности работы общественного транспорта, каковы они все-таки, вот что важно? Для нас важно это соблюдение интервалов и расписание движения, чтобы общественный транспорт ходил по расписанию, соблюдал его, чтобы выпускались автобусы в таком количестве, в каком положено по расстановке, и чтобы они заканчивали рейсы тоже так же, как положено, чтобы он не сходил по технической неисправности, не стоял в пробках где-то, и вот в режиме своего расписания перевозил столько пассажиров, сколько мы и запланировали. И чтобы эти пассажиры были довольны. Спасибо вам большое. Мы желаем, чтобы вот эти критерии эффективности и додействовали до конца нынешнего года, и в будущем. Спасибо еще раз за то, что пришли. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!